Приморцы активно берут ипотеку, в том числе и в новых домах. Доля покупки жилья в строящихся объектов выросла с 15 до 20%. Однако эксперты не спешат связывать спрос с редакцией закона о долевом строительстве, а скорее с тенденциями рынка. Спрос будет всегда. Возьмите наш Приморский край, где доля стройки несущественная, а возьмите центральный регион России, возьмите Москву, Санкт-Петербург, Москва, группа компаний ПИК, они строят 55 микрорайонов одновременно. Потому что спрос есть у населения. Я задавал такие же собственные вопросы, она говорит, не влияет. Все раскупается на стадии котлована. Поэтому, ну, поверьте, что... А чем Приморский край отъезжается? Собственно говоря, наверное, ничем. За прошедший год ВТБ выдал приморцам 4000 кредитов на приобретение жилья. Объем ипотечных займов увеличился на 45% и превысил 10,2 миллиарда рублей. ВТБ реализует несколько программ по приобретению жилья. Самые популярные – программа «Люди дела» для госслужащих и работников бюджетной сферы. Также пользуется спросом программа «Больше метров», «Меньше ставка» и «Победа над формальностями». Средний размер ипотечного займа составил 2,6 миллионов рублей против 2,3 миллиона рублей годом ранее. На долю ипотеки приходится 60% розничного портфеля банка в регионе. Вторым по популярности у населения является кредитование наличными. Банк выдал в Приморье таких кредитов на сумму 11,1 миллиарда рублей. Прирост за год составил почти 50%. Розничный портфель, если брать в разбивке, допустим, по продуктовой линейке, он увеличился на 20% и достиг почти 43 миллиардов рублей. По привлеченным средствам банк удвоил практически привлеченку и уже к концу года портфель только по депозитам был порядка 40 миллиардов. Это тоже приличная цифра. Такой год оказался очень хороший. С 1 марта ВТБ возобновил участие в государственной программе льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Кредит могут получить семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, а также граждане, впервые приобретающие авто. Для жителей Дальнего Востока размер субсидий составляет 25%. Программа пользуется большим спросом у приморцев. Также с 1 марта банк запустил новый сберегательный продукт «Копилка». Доходность по нему достигает 8% годовых. В целом активный подъем розничного кредитования вызван стабилизацией российской экономики и отложенным спросом населения. Катерина Матвеева, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.